С одной стороны, автомобиль давно перестал быть роскошью и более того, перестал быть лишь индивидуальным средством передвижения. Доказательство тому объединение автомобилистов в различное сообщество. По защите своих прав или по интересам, например, у нас в гостях участники общественного объединения Союз Автомобилистов Республики Татарстан с рассказом о том, как автовладение объединило их и какими мероприятиями они живут. Знакомьтесь, председатель объединения Расул Таспенов и участник этого движения Айрат Камалов. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, с чего все начиналось? Все начиналось с того, что мы объединили людей, владельцев определенной марки и назывались мы тогда Тойота Клуб Казань. Вначале нас было мало, на первую встречу приехало 7 человек, позже нас стало больше, мы переросли во что-то большее и стали сообществом автомобилистов, объединенных общей целью, идеей, задачами. Сейчас у нас больше тысячи человек. Вот это да. В дальнейшем мы планируем в каждом городе России, чтобы были наши филиалы. Пока есть в Казани, в Самаре и в Санкт-Петербурге. А вы любители именно этой марки? Или уже автомобиля, как мы поняли? Ну, значит, начиналось-то да. Это как предлог на самом деле, а потом все это выросло. У нас есть владельцы других марк автомобилей. Фордам, привет. Нам не важно. В общем, объединяются любители. Основная даже тут получилась, например, я даже не предполагал, что меня это движение может так вот заинтересовать. Ну, про основную цель движения расскажите, пожалуйста. Да, конечно. Основная цель – это объединение ребят, прежде всего, порядочных, адекватных, тех, кто готовы прийти на помощь, кто готов вести пропаганду, соблюдение права дорожного движения. И это самое главное. То есть вы за то, чтобы правила дорожного движения не нарушались? Соблюдали, чтобы водители были нолеранты друг к другу. У нас есть даже свой устав. И каждый вступающий, он принимает устав или не принимает, он не участвует больше в движении. Сдает правила дорожного движения? Ну, было такое, что мы даже снимали наклейки с людей. Вот. Для нас нарушение или попадание в какую-то криминальную хронику – это преступление. То есть у нас запрещен алкоголь. Мы всегда очень дружелюбны на дорогах. Вообще люди, вот, ну, даже хочется сказать, что если вы видите машину с наклейкой нашего клуба, например, то человек может всегда рассчитывать на помощь. То есть в любой дорожной ситуации он связывается и... Мы всегда, да, мы всегда... Нет, то, что мы друг другу помогаем, мы даже за это спасибо не говорим уже. Это в порядке вещей, мы можем поехать даже в другой город. Это братство, семья. Это более чем, да, это семья. А вот в чем отличие вашего общественного объединения от, например, Федерации автомобилистов? Ну, главное отличие в том, что мы объединены, прежде всего, идеей и не делаем акцент на зарабатывании денег или помогать своим ребятам избегать наказания. Как выиграть суд, вот, человек нарушил, давай мы тебе поможем, чтобы тебе ничего не было. Мы объединены идеей не нарушать именно, чтобы не было таких моментов, когда пришлось бы избегать наказания. И просто мы объединены тем, что дружим, проводим совместный отдых, ходим друг к гостям. Семьми мы уже дружим. Получилось так, что это движение выросло из рамок просто движения, просто какого-то сообщества. И мы видим, что это реально работает. То есть, возможно, создать утопическую идею того, что люди, которые никогда бы в жизни не могли пересечься, нигде. Мы разных социальных статусов там, да, мы работаем в разных областях. У нас нет даже общих интересов. Не было. Не было. Не было, да. И вот сейчас эти люди дружат с семьями. И мы понимаем, что на этом нельзя останавливаться, потому что это очень круто. И хочется обратиться ко всем ребятам, кто к автовладельцам, присоединяйтесь к нам. Ну, не важно, в каком вы автомобиле, абсолютно. То есть, можно присоединиться к любому желающему. Абсолютно. Абсолютно. То есть, мы уже давно не являемся клубом одной марки автомобилей. Ну, тогда расскажите, чем живете, какие мероприятия планируете? Мероприятия у нас были автопробеги в Крым, в Ижевск, в Башкирию, в Самару ездили. То есть, вы колонны идете? Да, колонны. Не нарушая ПДД, спокойно. С флагами, с наклейками, со всеми спонсорами и так далее. То есть, мы пытаемся делать именно такое. А если говорить там благотворительность, которая, ну, всплывает, она, это естественный вопрос. Сразу скажем, что мы этим не кичимся вообще. Она есть, но говорить об этом как-то, ну, не по-мужски, наверное. Просто человек хочет, он сделал. И все. Да, она присутствует, она существует, и сейчас уже какая-то сумма набрана, да, до следующего. Но мы даже об этом не говорим. Это вот как-то, это настолько само собой разумеется, что... Да, то есть, это так же само собой разумеется, как, например, можно ездить не нарушая, потому что есть же правила. Абсолютно. Да, абсолютно верно. Такой женский вопрос. А если, например, нет автомобиля, может, можно сказать, пешеход присоединиться к вам, как пассажир? Всегда, всегда. Пожалуйста, без проблем. А как вас можно найти в социальных сетях или сайт? Как присоединиться к вам можно, да? Вконтакте, в Инстаграме мы записаны Toyota Club Kazan. Изначально остался? Да, изначально так остался. Пока так. Да, но мы планируем, конечно же, сделать ребрендинг. И вообще общая цель такова, что, например, даже чтобы сотрудники ГИБДД, видя нас на дорогах, видя машины с нашими наклейками, понимали, что это идет образцовый водитель. Вот, и нас можно спокойно останавливать, нас можно просить о помощи всем. Да. То есть, это мы хотим разрастись до очень масштабного движения 20 тысяч, 30 тысяч машин по Татарстану, по Казани, везде. А женщины есть в вашем клубе? Ой, есть. Это наши, да, это наши подруги боевые. Да, ну, друзья. А поблажки какие-то делаются женщинами, или вы все равны? Если ты сел за руль. Ну, да. Ты уже все, водитель. Да, автолюбители, да. Они не делятся по гендерному. Болезненку, мне кажется. Да. Ну, это здорово вообще. Ну, давайте, кого больше мужчин, женщин у вас? Мужчин больше. Мужчин больше, да. Женщины как некие бриллианты или все-таки? Я думаю, после сегодняшней программы женщины просто потянутся к вам. Да, ну, мы делали, у нас был конкурс Местойота. Ау. Вот, с таким хорошим призом выиграла Катя. Привет ей от нас всех. Вот. Да, мы очень ценим, потому что девушка все-таки, когда попадает в клуб, она немножко присматривается, она немножко не понимает, что происходит, и потом... Вливается. Вливается, вливается. Да, очень активно. Ну что же, ребят, спасибо вам огромное, что пришли. Это прекрасная идея, это очень идеальная, я бы сказал, пропаганда именно правил дорожного движения, чтобы они не нарушались и соблюдались, и что самое главное, мы желаем вам успеха в продвижении, чтобы именно ваше сообщество, чтобы ваш союз, он рос, да, расширялся, чтобы количество людей, которые не нарушают, их было как можно больше. Ну и, конечно же, с наступающим вас праздником, Днем Защитника Отечества, вы, в конце концов, настоящие мужчины, защитники нас, ну хотя бы на дороге, но уже, да, это очень важно. Спасибо. Всего вам доброго, до новых встреч.